Этот рисунок, картинка снизу, это то, что было, а это то, что стало. Двор на Мичуре на 27 изменился до неузнаваемости, рассказывает председатель дома Ирина Хмель. Раньше, вспоминает женщина, здесь был настоящий пустырь, где выгуливали собак, поэтому жильцы приняли решение благоустроить территорию. Теперь здесь детская и спортивная площадки и есть и места для отдыха. В этом году по инициативе управляющей компании ЖСК дворовую территорию выдвинули на конкурс «Самый благоустроенный район города». Итог – первое место в номинации «Лучший двор многоквартирного дома, построенного до 90-го года». У нас вырос большой сначала детский городок, потом для средних возрастов детишек. Ну, вот здесь спортивные сооружения появились. Ну, вот это вот с прошлого лета все начало преображаться. Этот дом напротив тоже обслуживает ЖСК. В этом году компания здесь проделала большую работу. По просьбе жильцов специалисты оперативно заменили аварийные ступеньки, ведущие в подвал. Ремонт производился за счет средств текущего ремонта, собранного на доме. Согласовали смету, согласовали проект, чтобы он вписывался в архитектуру здания. И все, провели работы. Эти работы принимал председатель, участвовал в их приемке, она осталась довольна. В ЖСК объясняют, для того, чтобы и в вашем доме провели текущий ремонт, нужно обратиться с заявлением в районную дирекцию управляющей компании. Спектр работ может быть обширный. Сюда относятся и благоустройство территорий, и ремонт в самих подъездах. Также составляется локально-сметный расчет, для того, чтобы собственники понимали стоимость выполнения данных работ. И исходя из этого, и исходя из собранных на доме средств на текущий ремонт, выполняются эти работы. Источником финансирования могут быть не только средства, накопленные на счете дома, но и доход от использования общедомового имущества. Сюда относятся аренда нежилых помещений и размещение рекламы на фасаде зданий. Екатерина Любим, Павел Патолицын, Енисей. Новости.